Продолжаем выпуск. Новое наказание. Горе-водителю, покалечившему 8-летнего мальчика в Екатеринбурге, придется больше заплатить за свое преступление. Семья Никитиных, чей ребенок уже полгода лежит в больнице после пьяной аварии, подала апелляцию. Родных не устраивает сумма компенсации, ведь реабилитация обойдется в миллионы рублей. Из зала суда Валерия Алферова. Никита, давай еще сок попьем. Это уже прогресс. 8-летний Никита хотя бы реагирует на слова «мама» и может есть. Его вскоре переведутся за реанимацией в общую палату. За жизнь ребенок борется уже полгода после аварии, устроенной пьяным водителем. Он врезался в припаркованную машину, из которой на тот момент выгружались пассажиры. От удара Никиту отбросило на несколько метров на бетонную плиту. Малыш перенес 9 операций. Мальчик был заставлен в очень тяжелом состоянии, непосредственно сразу же помещен в отделение реанимации. Где и находится по настоящее время. У мальчика наметилась небольшая положительная динамика. На этой неделе Никита стал сам дышать. Виновник аварии Сергей Горяев эти хорошие новости узнал уже, будучи за решеткой. Гуреводители приговорили к полутора годам колонии-поселения. Его также обязали выплатить компенсацию семье покалеченного мальчика. Миллионы две сотни тысячи рублей. Такую сумму семья Никитинах посчитала недостаточной и подала апелляцию. Ведь лечение Никиты и его восстановление требует огромных денег. Вегетативное состояние – это состояние овоща. То есть лежачий, парализованный, маленький ребенок. Даже если нас выпишут из больницы, это будет долгий путь для того, чтобы начать ходить, говорить. Новый суд проходит без автомобилиста. По словам родных Никиты, пока он выплатил им порядка 200 тысяч рублей. Адвокат объясняет – виновный в сложном положении. У него тяжелое материальное положение. Тем не менее, он возможность изыскал. То есть досуда еще возместил какую-то сумму. Но этого мало. Несмотря на положительную динамику, отходить от аварии маленькому Никите в лучшем случае придется несколько лет. Заново учиться разговаривать, есть, ходить. Это и стало ключевым моментом в судебном решении. Сумму компенсации Горяеву увеличили. Возыскать с Горяева Сергея Павловича в счет компенсации морального вреда в пользу Никитиной Енины Айратовны 500 тысяч рублей, в пользу Никитина Никиты Олеговича 1 миллион рублей. Но едва ли это изменит жизнь пострадавшей семьи? По прогнозам врачей, мальчика смогут отправить на домашнее лечение через пару месяцев. Реабилитация же займет не один год. Валерия Алфюрова, Алексей Богданов, Новости 41 канала.